Это велотуризм и не спорт. Говорит про свое увлечение Юрий Матвиенко. Уже много лет он путешествует на велосипеде по разным городам России. Причем выбирает их не из любопытства. Посещает города и мемориалы воинской славы. В этот раз планирует увидеть Керчь и Севастополь. В этот раз потому что город-герой Керчь и город-герой Севастополь – это два города-героев, где я еще не был. В остальных городах-героев я уже был. Это Брестская крепость, Тула, Смоленск, Волгоград. В 21-м году был Новороссийск, а в 22-м году был Мурманск. Чтобы преодолеть путь в 2200 километров требуется хорошая подготовка, регулярные физические нагрузки, правильное питание. Практически я катаюсь круглый год. Я из Кубинки в город Звенигород до работы езжу каждый день на велосипеде. В будний день это 35 километров в одну сторону. То есть в день у меня получается 70. Ну и, конечно, когда плохая погода, ливень. Я немножко сачкую, езжу на автобусе. Но в остальные дни практически каждый день, в рабочий день еду на велосипеде. С собой лишь самое важное. В пяти сумках, крупы, набор инструментов, предметы первой необходимости. Поддержать его и пожелать удачи в поездке пришли местные жители, коллеги, велосипедисты из клуба любителей путешественников. Такие люди, которые, вот как Юра, нас просто вдохновляют на эти подвиги самих. Мы берем таких ребят пример. Конихова были в прошлом году в деревне. С ним общались. Юра – это наши маяки, которые не дают покоя нашей душе. И мы находим в себе новые маршруты. Их очень много вокруг Звенигорода. Причем вдохновляет Юрия не только на спорт. Такие поездки в преддверии 9 мая дают возможность вновь вспомнить, какой ценой далась нам победа. Это праздничная, патриотичная акция, которых должно быть в наше время безусловно много. Для того, чтобы мы помнили, какими силами, сколькими жизнями наших сограждан досталась нам Великая Победа в 1945 году. 8 мая спортсмен планирует добраться до финальной точки города-героя Севастополя. И День Победы встретить на Крымском побережье. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».